Простой ингредиент с непростыми свойствами? Или как можно использовать обычную соль, чтобы добиться улучшения состояния волос? В чем ценность соли и средств на ее основе? Смотрите видео до конца и все узнаете! Приветствуем всех подписчиков нашего канала! А новичкам хотим напомнить, не забудьте подписаться на канал, нажав на красную кнопку и колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видеороликов. Соль – один из ингредиентов, который присутствует в любом доме. Но мало кто знает, что помимо улучшения вкуса блюд, соль является отличным косметологическим средством для решения проблем с волосами. Соль оказывает положительное влияние на кожу головы, позволяя бороться с такими проблемами, как повышенная жирность или же перхоть. Более того, средства для волос на основе соли позволяют ускорить процесс роста, глубоко очищают кожу, предотвращают выпадение волос. В чем секрет соли? В кристаллах обычной соли содержится большое количество минеральных элементов, необычайно полезных для кожи головы. В обычной соли, которую используют на кухне хозяйки, содержится хлор и натрий, а вот в морской соли полезных элементов в разы больше. Самыми полезными среди них являются йод, магний, кальций и калий. Эти вещества способствуют нормализации процессов кровообращения в коже головы, укрепляя волосяные луковицы. Солью можно делать пилинги, глубоко очищающие кожу от загрязнений, остатков моющих и укладочных средств. Соль действует как абсорбент, впитывая частички жира и обеззараживая кожу. Кроме этого, происходит дополнительное укрепление волос и подпитка фолликулов. А как же насчет морской воды в летнее время? Почему после отдыха на море волосы выглядят значительно хуже? Основной причиной выступает именно раствор соли, а не сама соль, а также воздействие прямых солнечных лучей на кожу головы и сами волосы. Кому стоит обратить внимание на солевые скрабы? Соль для волос будет полезна обладателям жирного типа кожи головы. Жирными волосы становятся не по собственной инициативе, а в результате повышенной выработки кожного сала кожей головы. Также солевые скрабы – отличная альтернатива для тех, кто хочет реже мыть голову. Глубокое очищение, которое дает морская соль, позволяет сохранить корни сухими на более длительное время. Рекомендуется регулярно использовать соляные средства для волос тем, кто озабочен повышенной скоростью выпадения волос. Отлично справляются солевые скрабы с ускорением роста волос. Мелкое раздражение во время втирания в кожу головы соляного скраба позволяет улучшить микроциркуляцию кожи головы. Соль является отличным антисептическим средством. Используя несколько раз в месяц соль для волос, можно избавиться от перхоти и чрезмерной выработки кожного сала. Соль может придать волосам силу и блеск. Солевой спрей отлично справляется с задачей укладки волос. Если есть необходимость произвести текстурную укладку, добавить объема прядям, тогда соль окажется как нельзя кстати. Всем ли можно использовать соль для волос? Соль – уникальный ингредиент, у которого практически полностью отсутствуют противопоказания. Тем не менее, использовать соль не рекомендуется тем, у кого сильно повреждены и пересушены волосы в результате неправильных химических завивок или покрасок. Людям, обладающим сухой кожей головы, также использовать скраб с солью не рекомендуется, чтобы не усугубить проблему. В крайнем случае, солевые средства можно применять в комбинации с хорошим уходом, направленным на питание кожи головы и волос. Не рекомендуется использовать соль в уходе за волосами, при наличии болезней кожи головы или ранок, в противном случае существуют риски обострения воспалительных процессов. С солью нужно быть предельно аккуратным. При индивидуальной непереносимости самой соли, что случается крайне редко, или же компонентов в составе созданного для волос средства. Трихологи и дерматологи настоятельно рекомендуют предварительно пройти диагностику состояния кожи головы, чтобы знать, в каком направлении следует проводить лечение. При использовании самодельных домашних средств может возникнуть аллергическая реакция. Поэтому предварительно нужно сделать тест на чувствительном участке кожи, например, сгибе локтя. Как сделать средства из соли для волос в домашних условиях? Солевой скраб. Это самое простое, но от этого не менее эффективное средство, справляющееся со своей задачей. Скраб для кожи головы с солью приготовить очень легко. Следует взять небольшое количество соли мелкого помола и плавно нанести на проборы возле корней волос. Морская соль более насыщенная по составу, поэтому предпочтительней выбирать ее. Но можно использовать и поваренную соль, она будет играть роль механического очистителя. Важно подбирать соль с хорошим измельчением, иначе есть риск повреждения чувствительной кожи головы мелкими острыми кристаллами минерала. Чтобы все полезные вещества попали в глубокие слои кожи, рекомендуется предварительно голову намочить. По линии роста волос можно нанести жирный детский крем в том случае, если кожа головы достаточно чувствительная, таким образом снижая риски травмирования до минимальных значений. Далее осуществляют плавный массаж головы, втирая нанесенную соль на протяжении 5-10 минут. После окончания процедуры голову тщательно моют теплой водой. Пилинг для кожи головы, склонной к жирности. В этом рецепте ключевыми ингредиентами являются не только соль, но и сода. Средство позволяет не только очистить кожу головы от омертвевших чешуек кожи, но и позволит нормализовать баланс жирности. Пилинг с солью и содой насыщает кожу головы кислородом и полезными веществами. Необходимо нанести на кожу головы щепотку соли, смешанную с чайной ложкой пищевой соды. Состав равномерно распределяют по коже головы и массируют в течение 10 минут. Затем тщательно смывают. Этот рецепт позволяет активизировать рост волос и предотвратить повышенное выпадание. Скраб из соли для кожи головы с высокой чувствительностью. Тем, у кого кожа чувствительная, обычный солевой скраб не рекомендован, так как он может вызвать раздражение. А вот при смешении соли с измельченным хлебным мякишем получается щадящее, но действенное средство. Скраб следует наносить на кожу быстро, сразу после смешения с хлебным мякишем соли. Дело в том, что соль в хлебе будет быстро растворяться и эффекта скраба может не получиться. После легкого втирания средство оставляют на голове еще на 10 минут и затем смывают. Маска для волос с солью. Средство, приготовленное в домашних условиях, позволяет ускорить рост волос и параллельно бороться с выпадением и ломкостью волос. Активизация всех процессов на микро уровне происходит в результате воздействия горчицы и сухого очищения кристалликами соли. Чтобы маска получилась действительно питательной и полезной, в нее добавляют желток куриного яйца и 2-3 чайные ложки оливкового масла. Можно заменить на подсолнечное. Ингредиенты тщательно перемешивают и наносят по проборам, стараясь попадать только на кожу головы. После нанесения маску держат на волосах 30-40 минут, затем смывают и дополнительно промывают шампунем. Усилить эффект от солевой маски можно при помощи полиэтиленового пакета и накрыв голову сверху махровым полотенцем. Важно! Если концы волос слишком хрупки, пересушены и секутся, перед нанесением маски следует нанести на них питательное масло. Любая маска или средство, в составе которого присутствует соль, не должны использоваться чаще двух раз в неделю. Связано это с высокой активностью самого главного ингредиента – соли. Дерматологи рекомендуют делать солевые процедуры для кожи головы курсом, делая время от времени перерывы. Маска с солью для предотвращения появления перхоти. Маска от перхоти с солью – отличное домашнее средство. Для приготовления необходимо взять небольшую щепотку соли, добавить в нее 5 мл настойки календулы и 5 мл касторового масла. Усилить эффект позволяет добавление 3-4 чайных ложек кофейной гущи. Тщательно смешанные ингредиенты наносят по проборам, делая параллельно мягкий массаж и оставляют воздействовать на кожу головы в течение 35-45 минут. Далее голову моют шампунем и высушивают в естественных условиях, не используя фен. Дополнительно после маски нормализуется работа сальных желез и создается прикорневой объем. Маска с солью для крепких волос. Для укрепления самих корней волос можно приготовить следующее средство. Столовая ложка соли мелкого помола смешивается с 3 чайными ложками репейного масла. Смесь должна настояться и наноситься на кожу головы. Осуществляется легкое массирование. Маска должна действовать в течение 20-30 минут. Затем она смывается шампунем. Глиняная маска с солью. Домашнее средство способно бороться с повышенной жирностью самих волос и кожи головы. И соль, и глина – природные мощные абсорбенты, позволяющие притягивать к себе жир и дополнительно нормализовать работу сальных желез. Для приготовления следует взять косметическую глину, растворить в ней щепотку соли и добавить несколько капель любимого эфирного масла. Ароматную смесь наносят на влажные волосы, стараясь уделять внимание именно коже головы у корней. Для достижения лучшего эффекта нужно укрыть голову полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой и сверху обмотать махровым полотенцем. Время выдержки такой маски до 40 минут. Затем волосы тщательно промывают теплой водой и шампунем. Спрей с солью для фиксации. Для приготовления необходимо взять 2-3 столовые ложки морской соли и растворить в одном литре теплой воды. Далее жидкость переливают в удобный флакон с пульверизатором и распыляют на чистые волосы. Важно не переусердствовать, лучше меньше спрея. После нанесения средства на волосы можно создавать укладки с текстурой и естественным объемом. Волосы, волнистые от природы, станут завиваться еще сильнее при нанесении подобного домашнего средства. Спрей для создания оттенка. Солевой спрей может создавать легкий оттенок на волосы, если добавить в раствор соли крепкий отвар ромашки. Такое средство поможет не только осветлить некоторые пряди, но и придать им блеска. Если добавить в солевой спрей крепкий концентрированный чай вместо воды, можно использовать средство как оттеночное для обладателей темных волос. Помимо стайлинговых свойств, спрей придаст новых бликов и оттенков волосам. Соль является доступным средством, при помощи которого можно добиться действительно впечатляющих результатов. В последнее время о скрабах для кожи головы стали говорить больше в связи с выраженной эффективностью средства. Но покупные скрабы часто содержат в составе ненужные отдушки и консерванты, а приготовленное в домашних условиях средство будет намного полезнее и не менее эффективнее. Добавляя в скраб из соли кофейную гущу, эфирные масла или же перетертые виноградные косточки, можно разнообразить арсенал средств по уходу за своими волосами.